Шестая глава пророка Захарии 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 А, кстати, на восток никого нет. Пропуск в рукописи – какая-то текстологическая проблема. Может быть, мы не знаем. С другой стороны, восток – это такая особая страна. Восток – это место, откуда всходит солнце. И восток, одновременно древность на древнееврейском языке – это, конечно, не просто часть света. И вот эти духи, предстоящие Господу, рвутся сами, и он дает им позволение. И пока не очень понятно, что это такое. А потом он позвал меня и сказал, смотрите, те, кто отправился в северную землю, успокоили мой дух в северной земле. Ну, из Палестины, Иудеи, Ханаана, в общем, есть две основных дороги – на юг в Египет и на север в разные страны, которые там бывали, в Ассирию, в Вавилон. Ну, потому что на восток пустыня, на запад море там особо не походишь. И вот эта северная страна может быть действительно что-то связанное с Ассирией или Вавилоном, последняя по времени империя, которая была разгромлена персами. И что значит, успокоили мой дух? Ну, наверное, сделали там что-то такое, что Господу угодно. Было ко мне слово Господне. Возьми серебро и золото у переселенцев Хилдая, Товия и Едайи. Вот они из Вавилона через север, кстати, пришли, хотя Вавилон скорее на востоке, но там идти надо так по плодородному полумесяцу, что ты приходишь в Ханаан с северной стороны. Вот они взяли с собой золото, возьми его. В тот же самый день, как возьмешь, вступай в дом Йошаи, сына Цифаная, пришедшего из Вавилона. Возьми там серебро и золото, сделай венцы и возложи один на голову первосвященника Иисуса, сына Игоца Дака. Передай ему, что говорит Господь воинству. Да, то есть внезапно вот вдруг со всеми этими конями, всадниками появляется очень конкретное поручение. Надо пойти к каким-то людям, взять у них серебро и золото, они его с собой взяли оттуда из Вавилонии, и сделать венец для первосвященника. О том, кто этот первосвященник, мы уже отчитали. И вот он получает некое особое посвящение и особую славу. Передай ему, что говорит Господь воинству. Вот человек, имя которому отрасль. Мы говорили уже, это имя отрасль обозначает, ну, буквально побег, выросший из корней дерева, может быть, старый ствол засох, остался один пенек, но свежие побеги. И законного правителя. Титул, в принципе, мессианский, указывает на некоторого будущего правителя, земли, ханаана, Израиля, иудея, который будет в особом совершенно смысле не просто царем, но и пророком, но и помазанником и так далее. Вот человек, имя которому отрасль, он вырастет на месте своем и построит Господень храм. Он построит храм и примет славу, сядет править на своем престоле, и священник тоже будет на своем престоле, и будет между обоими совет и мир. Вот почему два венца. Есть правители, есть священник, они вместе. Помните образы, которые мы читали уже в этой книге, первосвященник Иисус? И, конечно, христиане видят в этом ссылку на Иисуса Христа, но не обязательно ее видеть. И вместе с тем Зарубавель – политический лидер. Вот эти двое, они вместе, они как два таких начала, и оба увенчаны, каждый по-своему. Но говорится только первосвященнику. Почему? Потому что он, собственно, беседует с Богом. Политика – это прикладное. И поэтому и стоял там первосвященник Иисус пред Господом. А Зарубавель не стоял, он просто упоминался. И здесь только ему дается эта весть. Но строит храм, конечно, отрасль, строит храм некоторый праведный царь. И, судя по всему, это не Зарубавель, тот, кто должен прийти. Конечно, мессианское пророчество. Ну, а христиане скажут, что Иисус не строил храма. Иисус бывал в храме. Но он же сравнивал с храмом свое тело. Он говорит о том, что вы разрушьте, я его восстановлю в три дня. Можно в этом видеть указание на пророчество. То есть, что особому праведному царю и помазаннику и храм подобает особое, не просто строение, но вот что-то совершенно значительное и замечательное. Какой-то такой храм, который не построит до его прихода в принципе. Он построит храм и примет славу, и сядет править на своем престоле. Ну, вот, пожалуйста, пророчество, которое к Евангелию очень хорошо подходит, если храм понимать как тело. Священник тоже будет на своем престоле, будет между ними совет и мир. Вот здесь получается, что Мессия, он не тот же, кто священник. И напомню, что род священников от Аарона из колена Левия, царский род от Давида из колена Иуды, как, кстати, Иисус был по генеалогии своей, по Иосифу, ну, и по Марии тоже. И, соответственно, между ними совет и мир. То есть вот это отношение между светской властью и духовным лидерством, которое не всегда, конечно, было идеальным в Израиле, оно будет установлено каким именно образом, непонятно. Вот то, что не подходит пророчеству Евангелия, да, не надо думать, будто в Ветхом Завете все эти мессианские места просто Евангелие, переписанное как бы наперед. Нет, есть некоторые идеи, некоторые образы о гармонии между духовной и светской властью. Вот при Мессии это сочетается, и когда приходит потом Мессия Христос, то мы говорим о нем как о первосвященнике, о царе, в его личности это сочетается. Ну, а могло бы сочетаться и как-то, иначе Захарий я не знал точно как. И этот венец будет храниться у Хилда, и Тови, и Еда, и Хенеса, и Нацифани, как памятный знак Господнем храме. То есть это над какое-то далекое будущее. И придут издалека строить храм Господень. И тогда вы знаете, что Господь воинств послал меня к вам. Так и будет, если будете неуклонно слушаться Господа, вашего Бога. То есть это все на будущее. Когда будет неизвестно, как будет неизвестно. Наше дело готовится, говорит он. Наше дело готовится и ждать. Приготовить этот самый золотой венец. Понимать, что когда-то его придется отдать. Мы же обычно себе любим собирать и готовить, и хранить у себя. Но в полном невидении о датах, сроках, деталях. Вот судьба ветхозаветных пророков. Они говорят очень много ярких, интересных вещей. И в общем-то даже, наверное, сами не очень понимают, к чему все это относится. Они только уверены, что каким-то образом в будущем Господь это все устроит. И станет понятно, и возникнет какое-то новое пространство смыслов, какие-то новые события. Их задача просто заранее об этом сказать, как о чем-то возможном, как о чем-то том, что должно произойти. Но не описать это. Они просто еще этого не знают. Продолжение следует...